В прямом эфиренте с новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. В Бишкеке ограбили председателя участковой избирательной комиссии номер 1101 Нурзаду Абделдаеву. Об этом сообщил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов. Ранее отметим, журналист Канат Канеметов написал в соцсетях, что он нашел на обочине дороги печать избирательной комиссии. Маматов рассказал, что на днях на председателя указанной комиссии напали неизвестные, угрожая отобрали у нее сумку. В ней были печати, карточки, деньги на оплату контракта сына. Маматов добавил, что после случившегося пострадавшая слегла с высоким давлением. Ей посоветовали обратиться с заявлением в милицию. Обратилась ли она, неизвестно. Между тем, подготовка к самим выборам в местной Кенеши, как отмечают в избирательных комиссиях, идет полным ходом. Как сообщил глава столичной территориальной комиссии Кайрат Маматов, сейчас продолжается проверка с данных партиями документов. В частности, списки кандидатов переданы в информационный центр МВД. Там устанавливают, есть ли судимость у претендентов на места в Бишкекском горке Неши. Регистрация списков кандидатов заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов, 12 марта. Затем в комиссии проведут жеребьевку среди партий для бесплатного эфира в период агитации. По словам Маматова, аналогичная процедура пройдет и по распределению партий в бюллетене. Она состоится за 20 календарных дней до дня голосования. Сами бюллетени будут изготовлены до 1 апреля. Напомним, местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 Аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Скандал в театре оперы и балета. 6 марта местная труппа отказалась выступать в балете Чайковского «Лебединое озеро» с участием звезд русского балета Екатерины Первушиной и Сергея Мануйлова. Представление, запланированное на пять вечера, в указанное время не началось. Спустя полчаса на сцену вышла местная труппа и заявила, что не будет выходить на сцену. Позже они объяснили свой отказ тем, что спектакли с участием приглашенных звезд никак дополнительно не оплачиваются местным артистам. По их словам, за день до спектакля поставили в известность директора Керима Турапова о своих намерениях не выходить на сцену, передав ему коллективное письмо. Однако руководство театра, по словам артистов, вместо решения проблемы пригрозило им увольнение. Отказ не выходить на сцену, уверяют они, никак не связан с конкретными приглашенными артистами или фондом, организовавшим гастроли. По словам артистов, доход от гастролей и спектаклей составляет около 15-20 тысяч долларов. Но ни копейки ни артистам балета, ни музыкантам не платят. Керим Турапов, в свою очередь, сообщил, что теперь в театре коммерческих спектаклей с приглашенными звездами больше не будет. И добавил, что правоохранительные органы разберутся, кто организовал саботаж. Сегодня стало известно, что в Минкульте создана комиссия по изучению инцидентов в театре оперы и балета. Отмечается, что она в течение 10 рабочих дней отправит предложение руководству театра для принятия дальнейшего решения. Сел в такси, но до места назначения так и не доехал. В Бишкеке прохожие стали очевидцами ужасного смертельного ДТП с участием Яндекс.Такси. Авария произошла утром в минувшее воскресенье на пересечении улиц Аллы Токамбаева и Сухебатора. Водитель Хонде Фит, работник Яндекс.Такси, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм на месте скончался пассажир, который находился на заднем сидении. Машину выдворили на штрафстоянку. О состоянии водителя не сообщается. В Таласской области чекисты пресекли контрабанду крупной партией сигарет более чем на 40 миллионов сомов. Были задержаны две большегрузные автомашины, которые незаконно перевозили более 760 тысяч пачек сигарет от разных производителей без разрешительных документов. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных к данному факту. В Кыргызстане за минувшие сутки от коронавируса скончались два пациента. Об этом в ходе брифинга сегодня утром в правительстве сообщил глава управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. По ее словам, в стационарах проходит лечение 330 человек. У 14 из них состояние крайне тяжелое. Что касается статистики заражения, то, по словам Акматова, эпидситуация в стране стабилизируется. Число ежесуточных новых случаев заражения снижается, но расслабляться еще рано. За минувшие сутки было проведено более 2000 ПЦР-исследований, из них лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано 8. Всего же вместе с клиникой эпидемиологическими подтвержденными случаями за истекшие сутки выявлено 23 инфицированных человека. 16 из них в Бишкеке, в Иссыкульской области выявлено 5 новых случаев, в Джалалабадской и Ичуйской областях по одному. В остальных регионах новых случаев коронавируса за сутки не зарегистрировано. Акматова в ходе брифинга также рассказала, что Кыргызстан присоединился к проекту «Путешествую без COVID-19». По ее словам, сейчас в проекте аккредитованы две лаборатории в Бишкеке и Аше. При посещении лаборатории пользователю необходимо сообщить о намерении получить результат теста в приложении. В таком случае пользователю предоставляется бланк согласия на обработку персональных данных и на получение результата в мобильном приложении. На бланке будет отображен QR-код, который пользователь должен отсканировать через мобильное приложение. Далее по готовности результата теста у пользователя появится результат теста в виде QR-кода. В настоящее время для удобства граждан проводится работа по подключению к платформе «Путешествую без COVID-19» и частных лабораторий, которые имеют право проводить лабораторные исследования для граждан, которые собираются выезжать в страны Евразийского экономического союза. Продолжение следует... ...в целях обеспечения прав и защиты законных интересов граждан Кыргызстана, которым не приоставилось возможным своевременно заменить паспорта. В связи с этим предлагается предоставить возможность использования паспортов с продленными сроками действия, в том числе для выезда из Кыргызской республики. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова